Можно попросить тебя глянуть? У меня там голова обрезанная. Да. Обрезанная. Тогда, да, вот этой штукой поднять, чтобы голова была не обрезанной. Не обрезанная. Не влазим? Так, сейчас. Нет. Хорошо. Итак, это будет две презентации, одна за другой. Вторая следствие из первой. В этой презентации порядка семи слайдов, а во второй презентации и девять слайдов. И то, что я вам хочу рассказать, первое я хочу вам рассказать про идеологию бизнес-драйв. И что такое идеология бизнес-драйв? Основополагающая мысль идеологии звучит следующим образом. Работа как пространство для самореализации человека. И так как разные люди вкладывают разный смысл в одни и те же слова, я просто поясню, какой смысл в эти слова мы вкладываем. И под работой мы понимаем процесс получения дохода. То есть это то время или то место, или то действие, где человек получает доход. То есть работа. Там, где человек получает доход для своей жизни. Как пространство подразумевается то, что включает в себя, вмещает в себе или содержит в себя. Для самореализации, для самореализации, вот слово самореализация, мы туда вкладываем следующий смысл. И он как бы состоит из нескольких составляющих. Это непрерывная реализация своих потенциальных возможностей, способностей и талантов у человека. Это свершение своей миссии или предназначения, или призвания. Это более полное познание и, стало быть, принятие своей собственной изначальной природы. И также мы понимаем, по словам самореализация, это постоянное движение к самому важному, ценному и значимому в своей жизни. То есть в жизни человека. И под словом человека, в данной фразе, работа как пространство для самореализации человека, мы понимаем под человеком и собственников, и руководителей, и сотрудников, и партнеров, и клиентов. То есть, собственно говоря, всех участников большого процесса бизнес. В бизнесе или на работе, или в бизнесе, успех бизнеса зависит от взаимодействия. Ну, вообще, в принципе, от действия. То есть, тот, кто делает, получает успех. А если это взаимодействие в группе или в команде, то, соответственно, вероятность успеха выше. Потому что это взаимодействие. И вот мы вкладываем, что мы понимаем, что взаимодействие невозможно без взаимопонимания двух людей или группы. Взаимопонимание – это когда в одно слово, на одно слово происходят у людей одинаковые образы. И вот это вот весы, что одно слово и два одинаковых образа. Или на совокупность слов одинаковые образы. Вот тогда возникает взаимопонимание. И взаимопонимание невозможно без взаимоотношения. То есть, это без первичного принятия другого человека, как равного себе. Как где-то глубинно равного. Потому что, если мы думаем, что человек или слишком, мы обрезаем, мы не слышим его, не слушаем или не слышим его. И вот это как раз два вложенных сердца и два сердца, бьющиеся в унисон. То есть, это первичное, глубинное принятие другого человека. Вот под этим словом мы понимаем взаимоотношения. Итак, если человек принимает или просто принимает другого человека, внутри себя принимает другого человека. И тот принимает внутри себя другого человека. Это обусловит уровень взаимоотношения. Оно гарантирует взаимопонимание. И взаимопонимание так или иначе гарантирует взаимодействие. И интересно, что взаимоотношение, оно формируется из взаимодействия. То есть, чем больше мы потерлись друг с другом в разных ситуациях, повзаимодействовали, чем больше мы увидели, как мы ведем себя, реагируем, какие мы действия принимаем, тем глубже наше взаимоотношение, если это взаимодействие было успешно направлено. То есть, в этом смысле, в данный конкретный момент, сейчас мы с вами устраиваем, мы с вами выравниваем взаимопонимание. То есть, мы договариваемся о словах, мы договариваемся о терминах и вкладываем в них те или иные одинаковые образы, это то, что я сейчас делаю. И в этот момент, так или иначе, у нас выстраиваются взаимоотношения по тем первичным словам, которые мы слышим. Но понятно, что взаимоотношение, взаимодействие, взаимопонимание, это как спираль, которая раскручивается либо вверх, если все успешно, либо вниз, то есть, уходит в ноль, если это не успешно. Если взаимодействие или взаимопонимание, или взаимоотношение не успешно. У идеологии бизнес-драйв есть взгляд, так называемый взгляд на происходящее. Он следующий. Если мы принимаем, что самое главное для человека, или в идеологии бизнес-драйв самое главное, это самореализация человека, то есть, движение человека в жизни к чему-то самому важному для него самого, раскрытие его потенциала, талантов, способностей, реализация. Или мы, если по-простому сказать, то это ответ на вопрос, что я хочу. Только хочу не на первичном уровне поспать, поесть, а хочу, что я хочу на глубинном уровне. То тогда, происходящее в жизни с человеком, человек начинает воспринимать как возможности. Как возможности для своей самореализации. Ситуации, происходящие в жизни, если человек решает для себя, что он двигается по пути своей самореализации, тогда ситуация и жизни, происходящие для него, возможности для его самореализации. и как померить эти возможности как оценить те возможности которые у нас есть и идеология предлагает вот такой способ оценки возможностей мерой возможности является альтернатива которая есть у этого человека в данный конкретный момент или данной конкретной ситуации поступить по-другому или другие возможности для его реализации и обычно осознанно или неосознанно мы так и делаем выбор или действие мы видим ситуацию мы видим в ней возможность мы оцениваем эту ситуацию на предмет нашей самореализации насколько этой ситуации мы можем продвинуться самому важному и главному или мы оцениваем его на предмет нашего внутреннего опыта а это и есть наше вот это движение набор нашего внутреннего опыта понимания жизни это и есть самореализация тоже в том числе мы смотрим на альтернативы какие у нас еще есть вот сейчас в данный момент или в ближайшей перспективе и если альтернатив нет или возможность достаточная с точки зрения отсутствия альтернатив мы делаем выбор действия вот это совокупность вот этого всего мы называем взгляд на происходящее то есть это взгляд который есть у идеологии бизнес-драйв теперь рассмотрим как этот взгляд действует в компании в бизнесе на работе сразу введем два понятия то есть мы вводим понятие ядро во первых мы на работе в бизнесе начинаем всех называть партнерами то есть если люди встретились для того чтобы идти по пути самореализации своей каждый своей тогда они партнеры равные на каком-то очень глубинном смысле и мы их называем партнеры и мы мы делим партнер ядро и внутренний партнер где ядро под ядром мы подразумеваем учредителей или собственников или лидеров то есть те которые организовывают пространство и держат целостность те которые организовывают пространство и держат целостность и тогда представим вот такую ситуацию есть ядро партнер ядро который ответил сам себе на вопрос своей самореализации что для него важно куда он идет есть внутренний партнер который тоже ответил себе на вопрос что для него важно в чем его самореализация И тогда вопрос, как им выйти во взаимодействие, сохраняя движение каждый в свою сторону. И происходит это в идеологии бизнес-драйв следующим образом. Ядро определяет пространство. Вот этот круг означает, что ядро определяет пространство или целостность проекта, события, бизнеса, предприятия. Целостность. И один в поле не воин. Сектор из этой целостности отдается в управление внутреннему партнеру. И как только сектор выдается в управление внутреннему партнеру, это возможность для внутреннего партнера, используя этот сектор, этой целостности, или эту возможность, используя эту возможность для своей самореализации. Что делает внутренний партнер, когда он видит какую-то возможность, предоставленную ему? Он оценивает ее с точки зрения альтернативы, которые есть у него в этой ситуации. И если альтернатив нет или возможность для него достаточно высокая, внутренний партнер делает выбор брать эту возможность и использовать ее для своей самореализации. Как только он сделал выбор этим, он предоставил возможность ядру двигаться к своей самореализации. По принципу того, что один в поле не воин, и любой собственник, или ядро, или партнер, ему нужны и бухгалтеры, и уборщики, и продажники, и производственники, то есть он не может выполнять все действия. Вот он и выдает в управление сектор целостности, отвечая за полную целостность. И тем, что внутренний партнер управляет этим сектором и доводит его до управления, до продукта, этим он дает возможность ядру двигаться по пути своей самореализации. И как только эта возможность происходит, внутренний партнер оценивает эту возможность на предмет альтернативы. А вот эта реализация в той возможности, которую я дал в виде продукта, который мне возвращается, вот это та возможность для меня двигаться туда, куда я хочу, или не та? И если это не та, или если это та, то тогда он делает выбор, и как только они оба делают выбор, происходит взаимодействие. Таким образом, здесь возникает важная такая вот последовательность. И если мы эту последовательность соблюдаем, и если мы добиваемся того, что у нас есть ядро, осознающее чего, что бы он хотел в своей жизни, то есть вот это вот внутреннее понимание, внутренний партнер, который хочет, ядро, которое осознает целостность проекта, держит эту целостность, отвечает за эту целостность, ядро, которое предоставляет сектор, выделяя осознанно предоставляющие возможности, внутренний партнер, который оценил в своей жизни, на территории делаешь выбор, предоставляет возможность выбор, происходит действительно взаимодействие. То есть оба человека двигаются по пути своей самореализации полностью, на максимуме своих творчества, своего таланта, своей энергии на максимуме. И при этом они двигаются во взаимодействии друг с другом, решая ситуацию вот этой целостности. Таким образом, подытожим, идеология бизнес-драйв, основополагающая идея звучит так. Работа как пространство для самореализации человека. Где способ реализации этой основополагающей идеи выглядит так. Это взаимное предоставление возможностей друг к другу для самореализации. Мерой возможностей для перехода во взаимодействие является альтернатива. То есть взаимное предоставление возможностей, взаимной оценки их альтернативой в жизни. И последовательность этого способа, еще раз, она простая. Первый шаг это вопрос, что я хочу. Ответ. Каждый отвечает сам себе. Отсюда возникает взгляд, возможность на происходящее. То есть тогда человек, если понимает, что он хочет, тогда для него события, это возможности. Оценка с точки зрения альтернатив. А что я еще могу, что у меня еще есть. И взаимодействие. То есть или действие, выбор действия. Отсюда есть, как следствие, идут шесть пространствообразующих принципов. То есть если создается пространство, то есть шесть пространствообразующих принципов. И это уже следствие из основополагающей мысли. Первое. Принцип. Он простой. Мы договариваемся. Мы договариваемся. Второй. Есть опыт. Вместо правильной истины. То есть иначе говоря, у нас нет священных коров. То есть если кто-то сказал, что это правильно, для нас это неправильно. Для нас важнее опыт. Наше внутреннее понимание, что это правильно. То есть соосно с нашим внутренним пониманием, что для нас важно в жизни. Ошибаться можно. И это нормально. Потому что мы все время ищем свой опыт. И свой опыт мы не можем получить, не ошибившись. Не ошибаться мы можем только тогда, когда действуем по чужому шаблону. Но чужой шаблон есть опыт. У нас нет священных коров. То есть ошибаться можно. Есть жемчужины вместо проблем. Этот взгляд дает нам понимание, что любая ситуация – это возможность для нас раскрыть наш потенциал. И тогда мы вообще уходим от понятия негативной оценки ситуации. Мы не говорим слово «проблема». Мы даже это не говорим. Мы говорим «жемчужина» и этим сразу переворачиваем любую проблему в возможность для нас. Пятое. Доверие – это основа. Доверие – вот то самое доверие, когда я говорил про взаимоотношения. Это глубинное принятие другого человека таким, какой он есть. Слышать его и слушать, слышать и понимать его таким, какой он есть. И последнее, шестое – это мышление направлено на результат. Мы не ищем причин, почему у нас это не получается. Мы спрашиваем себя, что мы хотим, где та возможность, которую мы раскрываем, куда мы идем и где этот результат. И это уже мышление. Это уже мышление направлено на результат. Вот, в принципе, это все. То есть я рассказал про идеологию бизнес-драйв, про основополагающую мысль и про способ. Как работа, как пространство для самолизации человека – это основополагающая мысль. И способ взаимного предоставления возможностей с оценкой альтернатив. И сказал шесть пространства образующих принципов, уже следующих оттуда. Дальше у меня перечисляются проекты, которым так или иначе эти принципы или эта идеология уже работает. Так или иначе, в той или иной мере. Это Сибирская артель, питомник для выращивания бизнесов. Это Клуб Терем, в котором мы сейчас с вами сидим. Это Линклуб, группа компаний АМС. Система бизнес-драйв. Это совокупный набор инструментов, уже расшифровывающих дальше, как развить дальше вот эту идеологию, что делать на предприятии, чтобы запустить ее реально. И это школа социального предпринимательства. На этом первая часть закончилась, и я не уложился во времени. Но я, так как мы уже сейчас на волне, проговорю меморандум бизнес-драйв. 9 пунктов. Потому что это уже следующее следствие. Мы опускаемся еще на уровень ниже. Оставаясь это главным, мы продолжаем расшифровывать. Расшифровывать и говорить более приземленные принципы. И меморандум это тот документ, который подписывается между партнерами. Это тот документ, который подписывается между партнерами. Меморандум это протокол о намерениях, то есть мы подписываем намерения. И как выглядят 9 намерений, которые могли бы подписать партнеры? Они выглядят так. Первый. Эмоциональный комфорт. Речь идет о том, что точкой проверки эффективного взаимодействия является эмоциональный комфорт. Или энергетическая целостность. В каждый момент времени все, что происходит, происходит с эмоциональным комфортом для нас или с нашей энергетической целостностью. А если у нас есть эмоциональный дискомфорт, то мы воспринимаем эту ситуацию как вызов для нас, как вызов для нашего развития и прорыва. Второе. Нет навязанных обязательств. Все работы и взаимодействия опираются на доверие и возможности, которые мы предоставляем друг другу. У нас нет навязанных обязательств, ни прямых, ни косвенных. У нас есть ответственность. Вместо навязанных обязательств у нас есть ответственность. Ответственность, которую каждый возлагает сам на себя в тот момент, когда берет одну из ролей или функций, или шляп. И беря на себя ответственность, это вопрос, какие обязанности ты считаешь своими. Человек сам на себя берет, он сам на себя возлагает и сам выбирает эту ответственность. И ответственность может быть без запроса поддержки, с запросом поддержки и записанной. С запросом поддержки это волшебный пинок. Это из разряда, если вы решили утром делать зарядку, то вы просите ближайшего друга, маму или папу, давать вам в лоб, если вы утром не встали делать зарядку. Или поливать вас холодной водой. Это неприятно. Но вот это вы просите вас дать вам волшебный пинок. То есть волшебный пинок, это когда мы сами для себя решили, и нам нужно внешне энергетическое воздействие разного тока, какое бы оно ни было, отдать по башке. Да умилый, ну давай, сходи, пожалуйста, сделай зарядку. Не важно, но это важно, что это внешнее воздействие, которое мы просим. Итак, есть ответственность. Еще раз, ответственность, которую каждый возлагает сам на себя. Сам на себя. И сам же может ее снять. Структурно записываем договоренности. Если мы договариваемся, то все, о чем мы договариваемся, мы записываем. Мы всегда структурно записываем договоренности, сайты Google пример, для того, чтобы точно понимать, о чем мы договорились. И понимать, о чем мы передоговариваемся, когда мы передоговариваемся. Потому что бизнес, это такая большая система разных систем, подсистем, в систем, идей и прочих разных вещей. И мы о многом договариваемся, человек может забыть то, о чем он договорился. И если мы договариваемся о взаимодействии, что мы будем поступать вот так, значит мы записываем. Если мы потом вышли в ситуацию, когда увидели, что это не работает, значит мы открываем нашу договоренность, вспоминаем, о чем мы договаривались, доуточняем, доперезаписываем. И так как структурно сложно держать все, всю целостность, значит мы всегда структурно записываем договоренности, для того, чтобы точно понимать, о чем мы договорились. И для того, чтобы передоговориться, если мы передоговариваемся. Если мы развиваемся, ситуация всегда развивается, мы всегда передоговариваемся. Пятое. Принятие решений. Мы принимаем решения, четко видя образ, видение того, чего хотим. Когда мы принимаем решения, мы спрашиваем себя, что мы хотим. Это как раз мышление, основанное на результате. Мышление на результат. Что мы хотим? Мы видим образ этого. А дальше, здесь и сейчас, принимаем, выбираем решения из всех альтернативных, имеющихся на данный момент. Мы простраиваем образ и принимаем решения здесь и сейчас. Финансовая ясность. Мы договариваемся о том, что мы всегда четко прописываем распределение или движение финансового потока в проекте. И в результате у нас есть финансовая ясность, понимание того, на том уровне, на котором мы понимаем финансы, как оно двигается, и финансовые роли. То есть, что я делаю, за какие деньги, что при этом я получаю или как я участвую в потоке финансов. Но в любом случае, уровень этой финансовой ясности определяет сам человек до того уровня, до которого эта финансовая ясность становится понятной. Седьмое. Присоединение к проекту. Заходя в проект, мы всегда убеждаемся в том, что у нас есть ясность относительно того, как работает группа. Мы понимаем правила, которые там есть. Мы понимаем, как она взаимодействует. Мы понимаем, что здесь происходит. Того, как работает группа, в которую мы заходим. Если мы заходим внутрь, у нас есть понимание своей роли в деятельности группы. Где та роль, которую я делаю в этой группе. И очень важно, это своей личной заинтересованности, вот этот момент самореализации. Как через эту роль я двигаюсь к самому важному в своей жизни. Как я могу двигаться к самому важному в своей жизни через ту роль, которую я принимаю в этой группе. Понимая, как она взаимодействует. Понимая правила, которые приняты в этой группе. Восьмое. Встречи. Мы намереваемся, меморандум протокола намерения, мы намереваемся встречаться не реже одного раза в две недели. В рамках рабочего проекта. Для того, чтобы прояснить наше видение целей и шагов. Всегда проясняем видение целей и шагов. Мы согласовываем наше взаимодействие и мы записываем наши новые или скорректированные договоренности. И делаем это всегда в живую. В живую. То есть мы всегда встречаемся и наши встречи носят вот такой характер, вот такую цель. И наконец пункт последний. Девятый. Подписание меморандума. Подписание данного меморандума не накладывает никаких обязательств друг на друга, кроме тех, которые каждый посчитает нужным возложить сам на себя. И это последний пункт меморандума. И еще раз краткий обзор девяти пунктов. Эмоциональный комфорт или энергетическая целостность. Нет навязанных обязательств. Есть ответственность, которую возлагает каждый сам на себя. Есть структурно записыванные договоренности. Есть принятие решений. Мы видим образ. Здесь и сейчас принимаем решение исходя из альтернатив. У нас есть финансовая ясность. Мы присоединяемся к проекту с прояснением правил своей роли и своей заинтересованности, своей самореализации. Через эту роль мы договариваемся встречаться. И подписание меморандума не накладывает никаких обязательств, кроме тех, которые посчитает нужным возложить сам на себя. Я вышел из времени. 27 минут у меня это заняло. Я весь в вашей власти. Что было, что вам понравилось, что было хорошо, чего вам не хватило. Сама идея, то есть, поставлялась. Сама идея, то есть, и система взаимоотношения, то есть, не хватило живых примеров выбрать шампанское, я бы так сказал. То есть, образы, мне показалось, достаточно сложные, которые идут. Добры шампанского, то есть, это, как сказать, где искры, где искры. То есть, сухо, то есть, просто сухое изложение, да? Алгоритмичные, я бы сказал. Слишком алгоритмичные. Хорошо, спасибо. Мне понравилась четкость изложения, четко, да? Мне понравился, особенно первый слайд, когда там каждое слово, что такое работа, да? Прямо прописанное становится. Для меня было какое-то даже поучительное такое, четкость изложения. Это мне понравилось и что позволило дальше держаться за мысль. Вот это взаимодействие мне показалось как-то сложное немножко, я стала бороться с основным. Да, вот это действие, не действие. То есть, первая картинка, когда взаимодействие, ну, хорошо, все понятно, да? Как-то наложилось, где-то можно применить. Немножко тяжеловато были вот эти вот картинки, где получается, ну, до круга вот этого, когда вырезалось, там тоже пошло полегче. Формула тоже. Да, да, вот. Там, когда вот круг, потом вот типа тортика, вот здесь вот мне уже образы пошли, например, ну, принять бухгал... Вот, да, вот если каким-то примером, ну, например, ну, нужно проблему бухгалтерию, значит, мы должны нанять бухгалтера, да? Когда бухгалтера... Когда вот живых примеров, да? Да, вот, то, что не хватило живых примеров. Живых примеров, да. Когда я где-то прозвучал это слово, понятно, к чему я там внутри уже прицепила, стало мне легче. Вот. И чего не хватило, я не понимаю, как это вообще может быть. Для чего это или это практическое применение, если честно? То есть это... Когда это применение... Для чего? Я скажу, что, когда изобрели паровоз, первый изобретатель паровоза... И сразу человек в сторону! Я через аллегорию... А потом скажу, я потом не отвечу. И он собрал, значит, когда первое изобретение паровоза, он собрал все лучшие умы того времени. И, значит, посадил их. И, значит, там целый день с утра, значит, вот смотрите, значит, вот это там... Котлы, пар, поршни, значит, давит, напрягает, сюда уходит. Тут ось, тут вот махальник вращает колеса.